Приветствую вас, Елена. Я думаю, что рассказывать девушке или не рассказывать о том, что произошло, вы сможете сами решить. Вот, правда, это ничего не изменит для вас, вот, и я сильно сомневаюсь, что вы хотите помочь его девушке, я сильно сомневаюсь, что его девушка вас волнует. Что-то больше выглядит сейчас, как вместе. Вот. Ну, а, прежде всего нужно разобраться в себе. Вы говорите, что вы познакомились с парнем очаровательным, влюбились с первого взгляда, прогулка, секс, все такое. Вот. Данный момент в купе с тем, что вы к нему привыкли, говорит о том, что в отношениях вы заинтересованы. Не в том, чтобы для человека что-то делать. Не в том, чтобы отдавать, а чтобы получать. Скорее всего, вы пришли в отношения, уже нуждающиеся в чем-то. В любви, в мужском внимании, может быть. В чем-то еще. Вот это, что основное, с чем нужно разобраться. Если разберетесь в этом, я полагаю, что вам будет куда легче действовать дальше. Я полагаю, будет куда проще действовать дальше. Хотя, конечно, я могу быть не прав. Вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. Привычка, это потребность, это желание, это нужда. Нет ничего плохого в том, что вы чего-то хотите. Нет ничего плохого в том, что вы в чем-то нуждаетесь. Но, ставить это в зависимости от другого человека, является деструкцией. Потому что делает зависимый вас. Влюбленность с первого взгляда, любовь с первого взгляда, это импринт. Можете почитать про импринт в интернете. То есть, в лотерее, в лотерея. Получилось, не получилось. Уверен, не влюбиться с первого взгляда в мужчину, мы бы увидели в нем гораздо раньше. Признаки того, что не совсем с вами честен. Из-за фрустрации по поводу неудовлетворенности желаний, вы чувствуете обиду. Обида мотивирует вас на месть, тешая надежду о восстановлении справедливости. Это иллюзия, потому что, если мужчина встречается с вами, при этом находясь в отношениях с девушкой другой, скорее всего, либо она ему недорога, либо она в курсе. И так или иначе, то, что вы расскажете, ничего не изменит для мужчины. А спасать сейчас, я думаю, вы никого не готовы. Следующий момент, это то, что вы познакомились на сайте знакомств. Что привело вас на сайте знакомств? Почему не реальная жизнь? Почему не знакомство по реальной деятельности? По вашей интересующей вас деятельности? Ведь, специфика знакомств на сайтах такова, что по большому счету, люди рассматривают друг друга как товар. Не имеют при этом ничего общего, они встречаются и проводят время вместе. Вам понравился мужчина, потому что он очаровательный, по крайней мере, больше других позитивных черт вы не назвали. Мужчине вы понравились тоже, потому что вы какая-то. Но, по большому счету, это не личностное взаимодействие, не духовное взаимодействие. Вы же понимаете. Скорее всего, на сайт на конкурс привел вас в некий негативный опыт взаимодействия с людьми в реальной жизни. Этот негативный опыт необходимо также проработать, чтобы он перестал мешать вам встраивать реальные контакты с реальными людьми, а не на сайтах знакомств, где все проще, а значит менее ценным. Я могу вам ответить примерно так. Если вам понравился мой ответ, то я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего, всего, всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.